Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Nissan Note 2007 года выпуска с двигателем 1.6 на автомате, передний привод. На этом автомобиле мы сегодня заменим саленблоки в передних рычагах. Саленблоки там выбиты вообще очень сильно. Так, внешне, они вроде бы ничего, но по факту колесо движется. Вот так вот я его потолкаю. Видите, на сколько оно ходит от ноги. И одно, и второе колесо. Для этого мы поднимаем автомобиль, откручиваем колеса и снимаем оба рычага. Поднял автомобиль. Вот саленблок, как видно, он растрепало его очень хорошо, поэтому так и сильно все гуляло. Потом хотел обратить внимание на стойку стабилизатора. Смотрите, под каким она наклоном стоит. Здесь больше пальца зазора от кронштейна. здесь вот палец только так залазит, дальше я его засунуть не могу. Стабилизатор смещён. Смещён в ту сторону. Здесь у нас зазор между лонжероном и стабилизатором сантиметра два, а здесь у нас миллиметра три. И видно, что набитое. Иногда он бывает бьёт. Когда меняли втулки стабилизатора мастера, они немножко неправильно его затянули, они его сместили. Сейчас мы ослабим втулки и сдвинем его на место. Но и это ещё не всё. Обратил внимание, думаю, что здесь набито. С одной стороны и с другой стороны на рулевом наконечнике набито. Давай смотреть. Видите, по форме. Это правый наконечник, а это по форме левый наконечник. У них изгибы сюда должны. Это на вывороте, когда колесо выворачивается, оно бьёт об диск. Да, вот оно на диске натерто. А, даже не диск, вон, грузик весь содрало. Ну и там же на наконечниках должна быть маркировка. Да, вот она, буква R. А вот она, буква L. Ребята перепутали. Наконечники неправильно поставили. Ладно, перекрутим наконечники. Ну, это это на их совести. Так, ну что, откручиваем мы рычаг. Откручиваем мы вот этот болт. Сейчас мы их помажем, почистим. Вот этот болт. И болт на шаровой опоре. Стабилизатор у нас к рычагу не крепится. С одной стороны, с другой стороны откручиваем. Забрызгиваем резьбы, которые будем откручивать. Ну и так же наконечник брызнем, потому что мы его перекрутим лево и справа. И с другой стороны так же забрызгиваем. Откручиваем этот болт. Головка здесь непонятно. Головка на 18. А спереди у нас на 17. Шаровая опора у нас на 17. На 16. Не узнаю японцев. Так. Ну все. Откручиваем. И отбиваем нашу шаровую опору. Здесь в этот пропил отвертку в виде зубила забиваем маленько. Как бы расширяем ее. Но опять же чуть-чуть расширять не надо. Все. Вот у нас вышла шаровая еще живая. Сюрприз за сюрпризом на этом автомобиле. Смотрите на сайлентблок. Он имеет не круглую форму. Он имеет какую-то яйцеобразную форму. Вот здесь судя по всему рычаг били. Только зачем его били? Вообще непонятно. Сайлентблок я не скажу что он менялся. это еще старого образца потому что нового образца там сайлентблок идет немножко другой. Здесь номер написан один. А вот оригинальный номер который должен стоять сейчас. 54570 AX600 Там вот такой сайлентблок. Вот он. Здесь видите пустотелый. И похоже что они хотели его поджать чтобы он работал не болтался и специально раздолбили вот видно место удара как заклепали зажали его но лучше они не сделали сделали только хуже у него вот здесь увеличилось расстояние и он стал гулять но он вообще он весь ходуном его немножко вот так вот повернуть и он выпадет это видать на продажу когда автомобиль делали так сделали так же этот сайлентблок он тоже стоит еще оригинальный но он уже весь убитый он тоже гулял плавал берем выпрессовываем а этот отверстие сейчас под сайлентблок будем править как-то пытаться а что делать потихонечку выправим срезал я сверху сайлентблока резинку помазал ВД и тонкой отверткой плоской попротыкал сбоку ну как бы немножко смазал и поставил вот таким образом под пресс здесь без особого усилия но он пошел все сайлентблок выпал видно что вот как отверткой ковырял смазка попала под сайлентблок сайлентблок вот в таком состоянии видно что он потрепанный берем новый сайлентблок новый сайлентблок у нас фирмы фэби номер его 22 865 идет фэби фирма хорошая вот такой сайлентблок сейчас мы его мажем силиконовой смазкой и запрессовываем смажу здесь маленько и так же сайлентблок смажу это обычно силиконовая смазка сайлентблок застал макияж ... сайлентблок бах ... роста Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну все, сайлентблок я запрессовал Но вот этот сайлентблок лучше всего запрессовывать через конус по размеру Чтобы его не порвать Так, этот сайлентблок я выпрессовывать не буду Я его возьму сейчас сбоку, сплющу и выбью Вот таким образом сейчас сюда с двух сторон побью его и он выйдет Вот как я говорил, сбоку я его заплющил и он у меня выпал сайлентблок Здесь я как мог поправил Чуть-чуть здесь, ну этот торец он не рабочий, подмял Сейчас берем оправочку Ставим сайлентблок, берем Мажем силиконовой смазкой его Взял оправочку по сайлентблоку А эта оправочка у нас по наружному диаметру Устанавливаем вот так вот сайлентблок И запрессовываем его Смотрим, чтобы он у нас равномерно пошел А он равномерно не хочет Глуины Игра Взял Энди Все, захотел. Вот так он у нас сел. Диаметр он сам немножко потянул за собой, где-то он сам под диаметр встал, но по-другому я его не мог. Вот эти прорези я параллельно рычага делал. Ладно, один рычаг мы сделали, устанавливаем. Так, вот здесь у нас вот такая шайбочка, она в прорезь встает, когда мы шару заводим, вставляем в прорезь ее и одеваем болт. Теперь заводим рычаг. И одеваем вот этот, вставляем передний рычаг. наш длинный болт. Все, вставил я болт, подтянул его, подтянул передний болт и уже вот теперь мы вставляем шаровую. С ней не получалось. Не могу выкрутить и все. Саленблок задний гораздо жестче, чем был до этого. Спасибо. Все, вот эта направляющая настала. А вот теперь уже мы можем и болт шаровый зажимать. Ну все, эту сторону мы перепрессовали. Наконечники я переставил, я уже это не стал показывать. Но самое интересное, я умничал снизу этот левый, этот правый. Маркировка-то на них нормальная написана. Вот на этом в данный момент написано левый. Но если его поставить налево, он стоит неправильно, он сюда изгибом. А он должен быть вовнутрь, как раз это колесо цеплять не будет. Искал, протирал, пытался найти какой фирмы и не нашел. Не знаю, кто-то что-то неправильно из китайцев клеймо поставил. Так, ну с этой стороны мы собрали. А вот с этой стороны вот этот болт замечательный у нас упирается в коробку. И для этого нам надо будет сейчас снимать подушку и эту коробку, ну эту сторону, коробку, приподнимать вверх, чтобы вытащить этот болт. Сейчас опускаю автомобиль и откручиваю подушку. Здесь у нас подушка закрыта площадкой аккумулятора. Сейчас снимем аккумулятор и снимем площадку и уже под площадкой освободим подушку. Вытащил аккумулятор, теперь нам надо снять корпус воздушного фильтра, отсоединяем датчик и отсоединяем вот эту клипсу с проводкой. Снизу она здесь вот такая, поджимаем по бокам, снимается. Откручиваем хомут на воздуховоде, разъединяем. Разъединяем внизу заборник с компенсатора и вытаскиваем корпус. Все, вот мы его вытащили целиком. Для чего это сделали? У нас вот здесь вот в углу под кронштейном болт находится, который держит вот этот кронштейн к лонжерону. Откручиваем его. Ключик на 13. И теперь откручиваем вот этих два болта. И теперь откручиваем вот этих два болта. Головка тоже на 13. Головка тоже на 13. Головка тоже на 13. так я думаю что этого хватит не хватит сбоку еще укрепление подлазим к ним для чего вот снизу один болт я ослабил один я открутил но его можно было тоже ослабить здесь вот эта площадка которая на лонжерон ложится она снизу пропилена вон видно вот сейчас я приподнял и болт уже освободился сейчас откручу его и он спокойненько выйдет также здесь я гайку открутил и смогу уже рычаг снять и поменять целенблоки поэтому подкрылок придется снимать чтобы вот эти болты открутить снизу не нормально к ним подлезть все у болта я вытащил болт шаровый я вытащил теперь в одежке побрызгаем шаровую опору я ее здесь не брызгал и также ее постучим все также сайлентблок перепрессовываем как и там а здесь сайлентблок целый в смысле как целый он разорванный я имею ввиду целый по окружности не давлены но оторваны также полностью если его вывернуть а передней чуть живее того но тоже меняем перепрессовал я оба сайлентблока и этот и этот теперь берем устанавливаем устанавливаем мы сразу начинаем с заднего сайлентблока все эту гайку наживил теперь заводим передний сайлентблок и вот так вот попробовал мне так понравилось на встает нормально а а а а а а а а а трансм подтягиваю так заднице лентblemки я затянул передний сайлом блок затянул шаровую опору затянул теперь мы не у acontecendo política коробку. Сейчас я ее буду опускать потихонечку. Вот видно, пропилы сели на болты. Все, теперь мы затягиваем эти болты снизу и идем собираем сверху. Опустил вот эти два болта, я затянул. Теперь ставим на место эту планку, я снимал. На этой планке крепится проводка и крепится вот этот блок. А с этой стороны у нас вот эта планка под корпус воздушного фильтра. Так, ну что, это затянули, это затянули. Ставим корпус. Вот корпус входит в резинку сзади. Продолжение следует... Деваем на место проводку, защелкиваем разъем, закручиваем хомут. Здесь мы собрали, только батарейку устанавливаем. Ставим скобу, аккумулятор затянули, на этом все, замену соленблоков нижних рычагов мы произвели, всего вам доброго! Продолжение следует...